Всем привет! Хочу вам рассказать, как связать вот такую вот ажурную шапочку. Такой вот узор. Вяжется очень просто. Здесь вначале у меня идет резинка 1х1, дальше всего лишь два рапорта узора, потом закрытие немного петель и резинка 1х1. Шапка вяжется очень просто. Вот узор у меня получается провязанный получился 8 см. Здесь резинка 2 см вверху. И сейчас я вам расскажу, как такую шапочку можно связать. Такая вот шапка вяжется по кругу. Я вязала на круговых спицах. Здесь у меня провязаны рапорты. В рапорте узора 6 петель. И вот у меня все рапорты повторяются по кругу. Для вязания такой шапки нужно набрать 155 петель. Это значит по кругу провязывается 25 рапортов. Для вязания я буду использовать акриловые нити. Здесь в 100 граммах 400 метров. Набираем петли. И так мы набираем нужное количество петель. Набрали вот мы петли. Дальше одну спицу мы вытягиваем. Поправляем все петли. Чтобы были ровные. И начинаем вязать шапку по кругу. Для этого соединяем в круг. Начинаем провязывать петли. Будем резинкой 1 на 1 вязать. Для этого провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная. И так повторяем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку. Провязываем резинкой 1 на 1 7 сантиметров вверх. Продолжаем вязание. Провязываем резинкой 1 на 1 7 сантиметров. Дальше начинаем вязать узор. Раппорт его состоит из 6 петель. Начинаем вязать первый ряд раппорта. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше 2 петли вместе лицевой. Делаем накид и 1 лицевая. Дальше это мы провязали первый ряд раппорт. Дальше он повторяется по кругу. 3 лицевые 1, 2, 3. 2 петли вместе лицевой. Накид, лицевая. И так мы вяжем по кругу, провязывая раппорт из 6 петель. Постоянно повторяем. Провязали первый ряд. Дальше вяжем второй ряд раппорта. По рисунку он вяжется, как и все четные ряды будут вязаться по рисунку. Вот. Первая лицевая. Вторая лицевая. Третья лицевая. Вот 2 вместе были провязаны лицевой. Мы их также провязываем лицевой. Накиды по кругу мы провязываем лицевыми. И последняя петля лицевая. Получается второй ряд. Мы все петли будем провязывать по кругу лицевыми. Продолжаем вязание. Теперь провязываем второй ряд раппорта. Для этого провязываем 2 лицевые. 1, 2, 2, 2 петли вместе лицевой с наклоном справа. Делаем накид, 2 лицевые. Это мы провязали третий ряд раппорта. Дальше. Повторяется он по кругу. 1, 2 лицевые. 2 вместе лицевой за передние стенки. 2, накид, 2 лицевые. И повторяем по кругу. Четвертый ряд раппорта мы провязали по рисунку лицевыми петлями. И дальше пятый ряд раппорта. 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. И так повторяем по кругу. Шестой ряд вяжется по рисунку. Провязываем 7 ряд раппорта. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Делаем накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Это мы провязали 7 ряд раппорта. И опять повторяем по кругу. 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Восьмой ряд вяжем по рисунку. Продолжаем вязать. Теперь вяжем 11 ряд раппорта. Для этого провязываем 2 лицевые. 1, 2. Делаем накид. 1 снимаем. 2 провязываем лицевой. Вешаем 2 нулевые спицы. И 1 протягиваем через 2. И провязываем 2 лицевые. Дальше повторяем по кругу раппорт. 12 ряд раппорта вяжется по рисунку. Теперь провязываем 13 ряд раппорта. Для этого провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем накид. 1 снимаем. 2 провязываем лицевой. Вешаем 2 на левую спицу. И 1 протягиваем через 2. И 1 лицевую. И 1 лицевая. Так повторяем по кругу. 14 ряд вяжем по рисунку. Теперь провязываем 15 ряд раппорта. Для этого провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 1 снимаем. 2 провязываем лицевой. Вешаем 2 на левую спицу. 1 протягиваем через 2. Это мы провязали уже 15 ряд раппорта. 16 ряд вяжется по рисунку. И начиная с 17 ряда, узор повторяется с 1 ряда. И такой вот получится узор. Дальше мы вяжем высоту до макушки шапку. Повторяя раппорты вверх. Итак, я вот провязала вверх 2 раппорта узора. Вот 1 и 2. Теперь начинаю убавление. Для этого первый ряд провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. И 1 лицевая. И дальше повторяем. 1, 2, 3 лицевые. 2 петли вместе за передние стенки. И лицевая. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 петли вместе за передние стенки. И так мы повторяем по кругу первый ряд. Сделали убавление. Теперь провязываем ряд лицевыми петлями без убавлений. И так мы провязываем по кругу. Продолжаем. Теперь мы опять будем провязывать ряд убавлений. Таким образом провязываем 2 лицевые. 1, 2. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. Лицевая. И дальше повторяем по кругу. 2 лицевые. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. 2 лицевые. 1, 2. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. Таким образом повторяем по кругу. Второй ряд после этого провязываем лицевыми петлями без убавлений. Дальше провязываем ряд. Таким образом. Лицевая петля. 2 вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. И дальше повторяем по кругу. Лицевая. 2 вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. Лицевая. 2 вместе лицевой за передние стенки. Лицевая. И продолжаем вязание. Второй ряд после этого по кругу вяжется лицевыми. Теперь провязываем. 2 петли вместе лицевой. Лицевая. Лицевая. И так повторяем по кругу. 2 петли вместе лицевой. Лицевая. 2 петли вместе лицевой. Лицевая. Продолжаем вязание. После этого ряда ряд провязываем лицевые без убавлений. Теперь провязываем вверх резинку 1х1. Для этого, как и в начале, вяжем лицевую, изнаночную. Лицевую, изнаночную. Так же, как мы начинали вязать шапку. Вверх нужно мерить по своей голове. Сколько нужно, чтобы провязать резинки 1х1, чтобы закрыть шапку. В конце все петли будем собирать и стягивать. Продолжаем вязать резинку 1х1. Каждый ряд вяжется по рисунку нужную длину в сантиметрах. Примеряем по мере вязания на себя. Провязали резинкой 1х1. И теперь при помощи крючка будем протягивать эту нить через все петли. Протянули. Обратно захвачиваем петли. И протягиваем нить через них. И эту петлю мы будем протягивать через все петли, постепенно вытаскивая спицу. Продолжаем. Вот мы протянули петлю через все петли. И можно обрезать теперь нить. Дальше через эту петлю продеваем нить. И таким образом стягиваем все петли. Чтобы не было дырочки. Теперь нить протянули на изнаночную сторону с помощью крючка. Еще раз больше затягиваем. Через петлю, что она впротив нити. Вот через дырочку эту, которую мы затянули. Протягиваем крючок и вытягиваем эту нить. Делаем петлю. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вытягиваем ее. Затянули таким вот образом. Дальше с изнаночной стороны обрезаем нить. Примерно 3 сантиметра. И прячем ее под петли. Чтобы не было видно, чтобы было все аккуратно. И в итоге получается вот такая ажурная шапочка. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. До свидания.